Китайские специалисты разработали управляемую зенитную ракету, способную поражать воздушные цели на расстоянии более 2000 километров. Об этом сообщает газета South China Morning Post. Команда, возглавляемая Су Хуа, младшим научным сотрудником Северо-Западного политехнического университета, заявила, что это оружие сможет сбивать самолеты раннего предупреждения и бомбардировщики, не позволяя им вмешиваться в возможные региональные конфликты. Детальные характеристики новой ракеты пока что не раскрывают. Известны только ее длина – 8 метров. И масса изделия – 2,5 тонны. В статье отмечают, что прототип оснащен твердотопливным ракетным двигателем для первых этапов полета и реактивным двигателем для движения в верхних слоях атмосферы. Также сообщается, что конструкция новой ракеты напоминает гиперзвуковую ракету «Фэйтян-1». Не случайно в свое время Китаем были закуплены российские системы СРК С-400. Так вот, дальность поражения у них порядка 400 километров. Причем следует отметить то, что Китай закупил порядка четырех дивизионов зенитно-ракетного комплекса. А эта сумма контрактов приблизительно 6 миллиардов долларов. Можем предположить, что за основу взята российская система СРК С-400, но говорить о возможности и тактико-технических характеристиках китайской СРК с дальностью поражения 2000 километров, на данный момент информация вызывает много вопросов. Ракета еще не поступила на вооружение. По мнению китайских экспертов, она имеет важное значение для поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном измерениях. Данное заявление китайской стороны следует расценивать исключительно как элемент военно-политического давления на Соединенные Штаты. Причем речь идет именно о поражении систем самолетов, дальнего радиолокационного выявления, так называемых АВАКСов. Это основа системы ПВО Соединенных Штатов Америки. И ПВО, и, соответственно, противоракетная оборота. Пока что это только громкие заявления о создании новой экстремально дальнобойной зенитной ракеты. К слову, практически весь военно-промышленный комплекс Китая построен на создании собственных вооружений, скопированных с советских и российских образцов. В Китае все базируется на советских разработках. На советских либо российских. Они их брали, они их копировали, они на их базе создавали новые системы. Ну, уже собственного производства, усовершенствованные усилиями китайского ВПК. Все в Китае базируется на советских и российских разработках. Просто они их усовершенствовали, улучшили. Где-то начали придумывать свое, но база советская. Больше того они советские корабли покупали и потом строили свои, используя советский опыт. Ракетная технология у них советская, бронированная техника у них базируется на советских образцах. Куда там несутся, все у них советское. После начала полномасштабной войны КНР стала одним из крупнейших экономических партнеров России. В США они однократно заявляли, что Китай ведет двойную игру. Публично пытается представить себя поклонником мира, но одновременно тайно помогает военным усилиям России. Вариант не исключен, скажем так, так называемый серый импорт, то есть через третьи страны. Но напрямую Китай поставлять не будет. Более того, Китай не заинтересован в укреплении Российской империи. Китай прекрасно понимает, что он строит биполярный мир. Это соответственно Соединенные Штаты Китая, где Российской Федерации нет места на политической арене. На самом деле путинской России и вовсе нет места среди цивилизованных стран.